Всем привет, это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Десаркинов, поехали! Amuse 2.0, разработанная с помощью TensorStack, отличается простотой использования. Для его запуска достаточно исполняемого файла, без необходимости загружать внешние компоненты или использовать командные строки. В отличие от Intel AI Playground, Amuse 2.0 пока не поддерживает запуск чат-ботов на основе больших языковых моделей, а предназначена исключительно для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта. Программа использует модели Stable Diffusion и поддерживает процессоры Ryzen AI 300, Ryzen 8040 и видеокарты серии Radeon RX 7000. Поддержка видеокарт Radeon RX 6000 и процессоров Ryzen 7040 пока отсутствует, возможно, она появится в будущем. Для работы Amuse 2.0 рекомендуется использовать 24 ГБ АЗУ для систем на базе Ryzen AI 300 и 32 ГБ для систем на базе Ryzen 8040. По данным GizmoChina, умное кольцо Samsung Galaxy Ring поддерживает любой Android-смартфон. Изначально Samsung утверждала, что умное кольцо будет совместимо только с ее собственными смартфонами линейки Galaxy, однако оказалось, что любой смартфон под управлением Android 11 и выше, а также с оперативной памятью не менее 1,5 ГБ способен работать с ним. Эту информацию подтвердил блогер Брэндон Ли, подключив Galaxy Ring к Nothing Phone. При этом на текущий момент известно, что владельцы iPhone не смогут использовать Galaxy Ring. Вероятно, поддержка может появиться в будущем, если учитывать, что компания добавила на сайт графу с поддержкой сторонних устройств. Что интересно, Samsung на фоне высоких показателей по предзаказу Galaxy Ring увеличила план производства умных колец с 400 тысяч до 1 миллиона. Утверждается, что компания наблюдает положительную ситуацию с предзаказами в Южной Корее, поэтому Samsung ожидает чрезвычайно высокий спрос в этом году и готовится к прогнозируемому росту продаж. Samsung официально представила умное кольцо Galaxy Ring в середине июля. Его особенностью является поддержка управления жестами, например, сжатием пальцев, для совершения действий типа съемки фото или отключения будильника. Среди отслеживаемых показателей здоровья – частота сердечных сокращений и температура кожи. Антимонопольный регулятор Испании заявил в среду, что начал расследование возможного антиконкурентного поведения со стороны Apple, сообщает Reuters. CNMC Испании заявил, что Apple могла навязать неравные коммерческие условия разработчика мобильных приложений, продаваемых в App Store. По мнению регулятора, такие действия могут считаться серьезным нарушением закона. Apple может грозить штраф в размере 10% от общемировых доходов компании. Apple, в свою очередь, полностью отрицает все обвинения. Испанские разработчики всех масштабов конкурируют на равных условиях в App Store. Apple продолжит сотрудничать с испанским антимонопольным органом, чтобы понять его обеспокоенность и отреагировать на нее, говорится в заявлении Apple. Расследование CNMC стало продолжением двух других расследований, начатых против Apple Европейской комиссии. Одно касалось нарушения компании закон о цифровых рынках, призванного обеспечить равные условия для более мелких конкурентов, а другое – новых сборов, введенных для разработчиков приложений. Это были все новости Айти Ньюс. Всего доброго. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok